здравствуйте друзья письмецо давно смотрю ваш канал и вот нуждаюсь вашем совете если вам не тяжело рассмотрите мою ситуацию мы из киева жене 55 а мне 55 жене 45 сыну 15 хотим переехать в сша по политике есть все основания мои родители и сестра граждане америки о как живут в лос-анджелесе в киеве у меня небольшой бизнес связанный с розничной торговли 5000 в месяц получается ну чё же это как я понимаю что сестра на первое время нас приютит поможет найти жилье купить машину и так далее а а вот что в свои 55 я там буду делать дальше ведь мы с женой кроме розничной торговли ничего делать не умеем хотя на первое время у нас есть сумма с пятью нулями то есть там от 100 тысяч и больше ну хорошо понимаю что в л.a. розничная торговля это не актуально английский у нас женой на ноле а сын знает и говорит отлично михаил исходя из вашего жизненного опыта чтобы вы нам посоветовали заранее благодарен ну давайте так потихонечку будем разбираться тут многое на самом деле интересно в этом письме давайте я двинусь на работу значит помощь сестры помощь сестры многие иммигранты с горечью осознали что друзья родственники и вообще какие-то люди на которых они рассчитывали на помощь которых они рассчитывали абсолютно не готовы были помочь им в том смысле в каком они рассчитаны это не значит что они не готовы были вообще помочь это не обязательно но вот это понимание того с чем тебе помогут с чем тебе не помогут может разойтись сильно вот у тех у той стороны и у этой я знаю вот буквально чтобы далеко за примером не ходить у нас приехали но относительно молодая пара там до 30 вот они приехали к родной сестре к родной сестре значит жены до супруги у них еще ребенок куда они приехали к родной сестре и у них были какие-то мысли на этот счет и сестра трудно это же вообще ну и и не получилось вот так как они думали давайте я от солнышка отвернусь вот так что всяко бывает я я не к тому что у них это не получится я к тому что все-таки может быть заранее как-то оговорить что ли с ними на какую помощь рассчитывать не рассчитывать чтобы ну потом не пришлось как бы разочаровываться как-то переживать тогда значит теперь наиболее сложно из того что тут было сказано это не возраст и не то что они в розничной торговле и не то что в лос-анджелесе с розничной торговлей плохо а а то что у них нет английского а тем более что жена вообще молодая женщина через 45 лет еще 20 там 22 года до пенсии ей еще пахать и пахать по нашему то поэтому без английского ну конечно лос-анджелес это не не то что село какой-то тогда посреди америки там много русской жизни но русская жизнь делится на 2 столь категории есть русская жизнь и ты больше кроме русской ничего больше не может а есть такая русская жизнь что ты и с русскими с китайцами с мексиканскими там кто там есть вокруг по-английски можешь поговорить с американцами в конце не будем исключать американцев тоже вот значит да значит без языка жизни нормальный трудовой практически нет без языка можно на пособии жить вот допустим ситуация приезжает семья ну постарше может быть или там вот и и в этой семье скажем ну или они уже не рабочего возраста или они там на инвалидности какой-нибудь там и так далее есть люди которые косят на инвалидность и там грамотные специалисты обучают как закосить в основном по голове это происходит уже как бы проверить сложнее только на руки руки ноги на месте как бы тачки это очевидно вот буквально смысле очевидно глазами видно что руки ноги на месте а вот когда он по голове вот и целый бизнес такой нелегально взять когда помогают людям закосить вот поэтому если мы о нормальной жизни говорим такой работе рабочий об давайте мы все-таки остановимся здесь а нормальный рабочий жизни значит без языка тоже есть конечно какие-то варианты без языка можно ухаживать там за пожилыми людьми а можно за детьми там если деньги есть машину купили значит когда у человека машина есть уже можно перерабатывать даже даже в пенсионном возрасте можно деток развозить например в школу из школы там по секциям тут очень как бы принято это такое массовое вот можно там день на убери подрабатывать воде ну хотя без языка даже не знаю но можно можно там на уровне того куда ехать вы разберете вот в общем конечно какие-то какие-то виды там приработка есть можно там в том же магазине русском там или на складе где там русские магазины еду подбирают значит там можно там тележечку возить вот но в общем конечно человек ограничен но особенно супруга особенно супруга если вы оба в бизнесе то есть жена должна быть видимо деятельно деятельный человек научите английский вы чего ребята как-то это лучшие инвестиции ваши это намного лучше чем денег с собой привезти даже с собой вы привезли и потратили английский он при вас есть и только лучше становится так что ну хорошо теперь мы возвращаемся к вопросу о розничной торговле и неактуальности розничной торговли в лос-анджелсе я понять не могу откуда у людей мысль о том что много миллионном городе втором городе страны после нью-йорка по населению почему же там проблемы с розничной торговли вот это я понять вообще не могу ну то есть то есть я категорически не согласен вот конечно делать какую торговлю там производить без языка неудобно это правда но вот у нас тут есть я вам скажу есть магазины русские где на удивление люди по-английски не говорят но как-то торгуют и вот как-то даже так с англоязычной публикой как-то пытаются общаться там или кого-то берут там нанимают девочку которая с ними общается а сами они занимаются закупками там и всем остальным значит розничная торговля это потрясающая вещь там может быть не заработаешь таких денег как я не знаю там инженером или там врачом или архитектором но тем не менее это деньги как бы какие-то там есть но если на каждом углу есть магазинчик и побольше и поменьше и не ловчонка и так далее я уже не говорю про торговлю в интернете ну значит они как-то зарабатывают что же такое вот единственно что я бы на вашем месте поработал где-то ну с годик может быть поработал бы с годик в каком-то магазине продавцом или кем кем возьмут вот и может быть вы им не говорите что у вас раньше был магазин может быть вы им скажите что вы работали по найму в магазине я думаю что это будет меньше нервировать людей которые вас нанимают и когда будете там приходить чтобы поговорить насчет работы не одевайтесь так золотой цепью там в палец толщиной большой не одевайтесь в кожу в дорогие какие-то там я не знаю шмотки но я имею ввиду кожу так в том что понимание здесь многие ходят в кожу вот чтобы чтобы от вас не как бы сказать не было впечатления каких-то растопыренных таких чувачков которые никогда в жизни сами руками ничего не делали а только там другими командовали поэтому вы не вы не должны продолжать впечатление людей бизнеса вы должны произойти впечатление людей работающих по найму вы их много видели точечки вы их еще увидите когда будете в америке когда посмотрите как они выглядят вот такими вот вот так одеться вот так выглядеть не годы приедете сказать того там всю жизнь работала в магазине конечно так русский бизнес вот такой когда поначалу люди приезжают иногда диву даешься как они Оперируют Вот у нас тут, не буду пальцем тыкать Магазинчики есть Не знаю, там не было уже лет 10 Но когда они только открылись Значит, это люди были из торговли Из советской И вот у них все приемы советской торговли О которых как бы все знают Не то, что тут идиоты вокруг Тут в общем, в целом Интеллигентная публика довольно-таки В массе своей Короче Вот, ну, например, вот весы На весы кладется нечто Но У весов две пластиночки Значит, там такие И вот они На одну кладут, значит, там Товар, а на другую Я не помню, что там, неужели гирьки Я уж не помню Во всяком случае, вот там А даже если нету гирек Вот даже современные электронные весы С одной чашечкой Они не кладут товар на чашечку Они берут громадный лист бумаги Громадный Вы себе не представляете, какого размера лист бумаги В палец толщиной Они берут лист бумаги И так они его еще свернут Знаете, так Может быть так, чтобы он не был таким большим Чисто внешне И так вот И на него сверху там Значит, на 100 грамм там этой колбасы 50 грамм бумаги И вот Так смотришь, думаешь Нифига себе люди Как бы не поняли Не поняли Вот, поэтому Я не знаю, как вы в Киеве торгуете Может быть, там уже давно этим не занимаются люди Может быть, там какие-то другие методы Скажем Но Прилично Прилично себя ведите Посмотрите, как все торгуют Да, поэтому поработайте Ну, хотя бы годик поработайте Вот И Скажите себе Мы приехали не для того, чтобы деньги протратить А мы приехали, чтобы Деньги сберечь, а на жизнь заработать А деньги потом на что-то потратить Разумно И Я вас уверяю, что вы в состоянии себе заработать на жизнь Ну, вы потратите из привезенного там, скажем На автомобиль Ну, хорошо А, ну еще на политику По политике у нас еще потратите Ну, вы потратите 12 тысяч Ну, 15 Вот А все остальное зарабатывайте И Пока вы будете политику получать Тоже не сидите И не про Не проедайте свои запасы А идите там, поработайте Может быть Там На кеш Опять в тех же самых русских магазинах Или там, где там будет Там в Лос-Анклосе очень-очень много Всякого русского бизнеса Ну вот Идите, поработайте Посмотрите изнутри И потом начнете Там получите разрешение на работу Начнете работать Легально Вот и так потихонечку Если вы любите заниматься розничной торговлей То у вас абсолютно все карты на руках Все дороги открыты И вы можете купить готовый магазинчик Их как бы все время продают Ну, другое дело, что Насколько вам это нужно И насколько вы в состоянии покупать бизнес Рассчитать как бы вот Ну, за сколько он продается Сколько он вам потом принесет И так далее Вы можете начать сначала С нуля А можете купить готовый Там, где нахожено Натоптано В каком-то месте таком оживленном Ну Дело такое Вы сами понимаете Что розничная торговля Сейчас немножко Сворачивается в объемах Уступая торговле онлайновой Но Скажем Кофе с булочкой Все равно люди Заходят И значит Съедают на месте Там Колбасу Конфеты Там Наверное Можно теоретически Конфеты заказать в онлайне Я такого не знаю Но вот Там Конфеты Чай Колбасу Хлеб свежий Все-таки люди заходят И покупают Кроме того Даже уступая розничной торговле Интернет торговле Есть розничная торговля Где люди Ну вот любят прийти Померить Там Поторговаться Я не знаю То есть она не умирает совсем Но в общем тенденция такая Вот туда Поэтому если вы будете заниматься Розничной торговлей Вы должны понять Какого плана Это розничная торговля Какая у вас Бременная перспектива Там скажем На ближайшие 10 лет Это одно На 20-30-40 Там еще потом Продать этот бизнес Хорошо Это другое Ну в общем Будете думать Это же вы из розничной торговли Не я Но Я не представляю Почему бы вам Не заниматься Розничной торговлей Так Я сейчас посмотрю Не забыл ли я Чего из этого вопроса Не актуально Понимаешь Вот Так что Из моего жизненного опыта Как говорят Исходя Из моего жизненного опыта Учите английский И Скажите себе Розничная торговля Абсолютно актуальна В Лос-Анджелесе В Нью-Йорке В Сан-Франциско В любом большом городе Там ведь не только своих миллионы людей Там еще туризм колоссальный То есть там движется Невероятное количество людей Через это все Вот Поэтому Присмотритесь Вот И все будет нормально Значит английский И Понять Как вы будете заниматься Розничной торговлей Прям Какой у вас план С этим делом Вот Вот собственно и все Так Может быть там Она в силу чего-то конкретного Не актуального Я даже не знаю Может быть кто-то сказал Кто понимает В этом деле Я Я Так Из общих соображений Сужу Я просто вижу Что каждая дверь Там На улице Это какой-нибудь магазинчик Поэтому Что ж там Там может быть полгорода Занято в розничной торговле Ну кроме тех Кто в Голливуде Конечно Вот Так что Хотя и в Голливуде Есть розничная торговля Между нами Так что Я в этом плане Очень оптимистичен Счастливо И Успехов В эмиграции И в розничной торговле